Ну что ж, лампа почти готова. Осталось здесь сделать такую плоскую круглую деталь и к ней подвести определенный подающий какой-то элемент и внизу поставить в каком-то порядке штекера. Вот и все. Давайте начнем с простого. Так, сейчас мы это включим снова вот так. Вот это прозрачным сделаем. Ну и возьмем сейчас просто-напросто цилиндр. Так, можем циколь отключить пока. Не нужен он нам. И вот это тоже отключить. Я знаю, где это должно быть. Так, то есть цилиндр этот, где он должен быть, он должен быть вот здесь, вот сразу под этим. Давайте сделаем следующее. Подведем его сюда. Так, соединю. И увеличим радиус до стекла. Вот стекла у нас, да? И мы сейчас радиус увеличим точно до стекла. Вот так. Вот так. Теперь высоту совсем маленькую надо сделать. Это должна быть такая хромированная пластинка. Пластина такая хромированная. Так, увеличим количество ротационных сегментов, чтобы она была гладкая. Ну и, пожалуй, на этом все. Главное, чтобы она не выходила из-за края. Так. Чуть-чуть меньше. Вот так. 230. Высота 5. Хорошо. Дальше мы уже нарисуем то, что нам нужно. Нужен нам вот такой, к примеру, такая вот закорюка. Которая подводится к... Сюда она должна подводиться. Так. И сейчас то же самое. Мы сделаем. Круг возьмем. Ну. И, скажем, он тоже 5, к примеру. Или 13. Посмотрим. Так. Далее. Ну, можно это все в свип. Загнать. Так. Ну, тут и вот. Так. Вот так. Вот так. Ну. Немножко не то, что я хотел. Поэтому давайте мы продолжим. Вот этот. Вот этот. Во-первых, он должен подходить вот сюда. Та елки. Сплайм. Почему мы не двигаемся-то? Все правильно. Что тебе надо? Таким образом, он оказался отключен вот от стрелки. Ну, вот так. Подведем его сюда. Это сделаем так. Более-менее. Такое. Выгнуто. Вот так. Хорошо. И это тоже вниз чуть-чуть утопил. Еще раз включаем. Да, вот теперь это более-менее. Так. И теперь нам надо свип. Свип-свип-свип-свип. Делать так, чтобы его конец был плоским. Как нам лучше это сделать? Здесь пошире, здесь поуже. Так. Лучилось сделать это вот здесь. Объект. И вот здесь в деталях мы можем... Так. Давайте это оставим тут как есть. А вот то мы сейчас вот таким образом подожмем. Вот тут потолще даже можно сделать. Вот так. Еще раз сплин. Еще раз чуть подтянем его сюда. Так. Ну, я думаю, что готово. Это провод. Хотя это не провод, что-то стеклянное. Не важно. Провод. Так. Все-таки это тарелка цилиндровая. Но все-таки большевата какая-то. Как я вижу. Вот так. 229. Вот так. Площадка. Так. Так. Хорошо. Площадка. Пусковая площадка. У нас вот так. И цоколь. Угу. Вот так смотрим. Да, это то, что нужно. Так. Единственное, что теперь нам нужны эти. Штекеры. Нам нужны штекеры. Сейчас сделаем. Думаю, удобнее всего. Можно сделать штекеры с кубиками. Конечно. Вот так. Так. Отключим. Это сейчас не нужно. Так. Шестнадцать. Как-то вот так. У меня так сложно увидеть. Может быть, чуть поменьше. А потоньше. Не знаю. Нет лампы под рукой посмотреть. Ну, давайте вот сориентируемся где-то вот так. Высоту мышь чуть-чуть. Чуть-чуть берем. Ну, да. Вот так. Так. Тип. Если мы кинем его сразу же в Subdivision. Так вот. Ну, вот круглый, конечно. Зачем нам такое надо? Поэтому в Subdivision мы не будем выкидать. Сделаем следующее. Пойдем в куб. Посмотрим здесь в объектах. Что нам кругленькие сделать? Сделаем тут один. И тут тоже один. Посмотрим, как это выглядит. Я думаю, два к одному будет самое то. Отлично. Ну, и теперь остается только разбросать это всем. Для этого мы возьмем гомограф. Порядок, в общем-то, не важен. Скажем, клонер. Ясно, что он сейчас с длиной вытянется. А нам надо зайти в клонер и сказать, что нам не линейная нужна штука, а вот такая. Причем, вытянуть ее отсюда сначала надо. Вот так. То есть, понятно, что я хочу сделать. Я хочу произвольно разбросать здесь вот эти штекеры. Ну, чтобы не делать этого вручную, я, во-первых, сразу уберу ряды. Так. Не, ну, ряды можно оставить, но вот эти все до одного, наверное. Вот так. Вот так. Вот. Ну, теперь хотелось бы их немножко увеличить. Количество. Это мало. Ну, допустим, шесть сил, не знаю сколько. И теперь разбросать. Тут, конечно, можно было с клонером поиграться там в всякие рандомные дела. Но, как бы, иногда бывает быстрее, точнее делать при помощи обычного размножения. Что я и сделаю. Иногда это бывает. Проще. Потому что, знаете, я уже давно пришел к выводу, что автоматизация помогает, но потом при настройке ты теряешь то время, которое тебе помогло. Ну, вот где-то так сделаем. Все равно это у нас, как бы... Ну, прям такая лампа, которая прям вот вся. Вот так. Вот эти парочку. Вот, сейчас развернем еще. Вот эти. Чтобы не были никакого янока. Хотя, кто знает, как оно должно быть. Этих ламп не видел с 10 лет, когда меняли в нашем телевизоре. Знамя 58. Какая-то лампа, до сих пор помню, 13P, 2D, что ли, что-то такое. Или 5D. Она была дефицитна, эта лампа. И часто горела. Ну да ладно. Вот так. Разбросали. Смотрим теперь на наше чудо-юдо. Что получилось. Видим, что все нормально. Лампа наша со всеми ее причиндалами готова. А здесь мы просто-напросто сейчас соберем все в одно. И скажем, что конь от объекта и удалить. Вот у нас получился штекер. Штекеры. Все. Еще раз заглянем вовнутрь. Все ли там в порядке. Это у нас вот это. Да, теперь все-все-все нормально. Ну что ж. Теперь надо настроиться на текстурирование. Сама лампочка готова.